всем привет ребята меня зовут виктор и мы продолжаем проходить ведьмак 3 дикая охота они отвели ее в барону самозванному владыке вели барон позаботился о девушке и когда она провосил снарядил ее навига ну вот и наш путь туда будет лежать с бароном побазарить надо оставь меня отстань старушка я в печали так ну что куда тут барон у нас загасился во вроннице да нет что там короче в роднице все путаем к себе замок загасился погнали мы тоже в замок побазарим с бароном игруля сохранилась мне надо мой меч кладенец починить ох какой закат охеренный просто прям шикардос сразу вспоминается детство когда я летние каникулы проводил на даче и вот там так вот вечер весь летний вечер там печи когда там топят особенно дымок такой прям такие воспоминания сразу такая ностальгия тоска такая сразу так чё тут хочешь посмотреть наш маленький скоб мы тут собрали неплохую коллекцию зачем добру по мужичьим халупом пыль собирать это верно скажи мне свои товары так чё тут седло какое-то это что-то седло прочное это седло подожди у меня какие седла Так, а я не могу посмотреть, да, то, что у меня на лошадке одето Так, вот это вот А этот уже есть у меня Чучелами О, вот это надо купить Это надо купить Так, это Невгарские шоры По-моему, у меня таких нету Надо тоже взять Сидельные сумки У меня на 70, по-моему, как раз Сделано, да, а вот это вот Надо купить тоже Больше тут нихера у тебя путнего нету Будь здоров Так, а че я там А вот теперь мы посмотрим Что ж на моей лошадке-то одето Шоры За 20 и А подожди, а где сумки-то Сидельные Я ж покупал тебе сумки сидельные Куда ты их делал, кобыла Блин Так, я щас это Стой, ну я же помню Тогда у меня Хочешь посмотреть, наш маленький? Хочу, давай Покажи Не топи Так, сидельные сумки Я такой в полной уверенности, что Короче, сиди У меня есть Сидельные сумки А тут тебе Хрен-то там Хрен-то там Так, давай сумки сидельные оденем Своей кобыли Чтобы мы могли таскать, как гномы Тяжелоатлеты Так Чё, почини Чем могу помочь? Что у тебя есть на продаже? Так, а ты ремонтом не занимаешься, да? А это чё? Тоже за 70 Так, это бронник Для бронника У меня до... А, стой, подожди Надо же продать Вот эту Блин Вот это, это и это Надо продать Потому что Потому что мне это не надо Снарягу, снарягу надо починить мне Вот чё мне надо Это блин, повернись ты к нему Чё могу служить? Ты же вроде чинишь, да? Падла Тоже не чинишь, что ли? Я хочу рассмотреть твои товары Так А нет, вот чинить есть у тебя Так, починить снаряжение Вот и всё Я чё, ты чё дал за... За снаряжение Я чё, коса реально 1349 осталось У меня ж вроде больше монет было Капец, блин Чё, барон повесился, что ли? Что тут случилось? Не видишь? Повесился человек Он был пьян? Ага Я всегда говорил, что водка его погубит Если приходится выбирать между меньшим и большим злом Я предпочитаю не выбирать вовсе Но иногда ставка слишком высока Иногда нужно выбрать большее зло, чтобы совершить хоть малое добро Я не знал, что спасение детей из деревни на болотах приведёт к смерти Анны Я даже подумать не мог, что барон оставит тело жены и повесится на простой конопляной верёвке Иногда нужно принять решение и не оглядываться назад Всех своих любимых он потерял Вот жизнь ему и опротивила Не похоже, чтобы тебя и твоих ребят это сильно расстроило А что нам, сидеть и плакать? Барон был хорошим солдатом Но как засел во Вроницах, здорово размяк Но теперь-то мы тут новые порядки заведём Могу представить Вот и всё Я подальше от трупака убегаю А чё такое? В чём проблема? Так, на скеллиге Рано мне на скеллиге Рано Задание Давай ещё посмотрим, чём этот 16 левел Конечно, рано У меня ещё 9-й Костры Новиграда Так, ладно Это всё по основным Чё у нас по допкам? Погребальные костры Вернуться к жрецу Приглашение кайрымец Падение дома Давай мы вот к этому вернёмся Это куда вот? К жрецу К этому К жрецу К женицу Вот сюда куда-то Ну, надо вот сюда тэпаться Ну, ладно Погнали Барон, сука А я чё-то когда проходил В первый раз я это Чё-то я не помню Чтоб он вздёрнулся Может уже просто забыл? Я потому что помню Что тоже эту Расколдовали Она потом померла С ведьмами я тоже Там Рамси ухлестался Чёрт её знает Ну, ладно Как Новиградские девки Неужели когда он вешался Никто не видел Что он вешается? Ух ты Здесь чё произошло? Чё-нибудь есть поэта? Помародёрствовать? Нету О! Это грибы, да Грибы Так, надо сохраниться Потому что Вдруг сейчас придётся С ним драться Как дела, ведьмак? Ты выполнил задание? Я позаботился о могиле Это было очень интересное задание Один труп оказался вполне живым И весьма разговорчивым Что ты имеешь в виду? Торговец Физштыком выжил Рассказал мне Очень интересную историю Хм Я с удовольствием Выкуплю её у тебя Личное владение Ну да хуэр тебе Я хочу с тобой подраться Мне можно нанять Но не купить Что же В любом случае Дешевле всего Будет тебя Вот это я и хотел услышать Он, конечно, ведьмак Но втроём-то мы справимся А, втроём Ну, может быть, когда я трупы сжигал Вы бы справились втроём Ну, сейчас Сейчас как бы это, ребят Вы вообще берега попутали Вот они, твои денежки-то Нормально Убил Опыт получил Деньги отобрал Чё ещё? Так, подожди Давай-ка мы это Задание А, на G задание Ептать Не ту кнопку нажимаем Так, давай Видимо Ого, сколько тут заказов Ведьмачих Заказ Кликатун Ну, падлась Тоже там сложный Так, кулаки ярости Велен А, это одиннадцатый Это чё такое Зайти к прорицателю Приглашение от Кейры Мец Совместные приключения Кейры Мец Пригласила Ведьмака в гости И у того возникло Печатание, что речь идёт Вовсе не об утренних Посиделках За ромашковых чаем Давай по нарастающей Пойдём тогда Кейры Мец В гости Пригласила А куда? Вот сюда, да? Окей Ох ты ж Ты меня Какими-то этими Так, а здесь Чё у нас? Продавец И неизвестное место Но мне всё равно Надо как-то Вот в эту сторону Да, бежать? Так, подожди Мне Да я отметку Хочу поставить Вот так Что типа Мне туда бежать И тут Тут продавца Я встречу О, блин И там какое-то Место неизвестное Будет Может там Так Похоже Работорговцы Там Похоже Работорговцы Живее Мужики Живее Работорговцы 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 Всё Всё Вот и всё Ой, блин А, ну в принципе Сейчас же я это Седло себе купил Поэтому тут Можно подбирать Выпустите меня Умоляю А зачем 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 Меня тебя Выпускать Кто ты Сейчас Подожди Я вот это Подберу Сперва Ой Сколько Всего Тут Читать Ох Ребят Ну вы Знаете Я Что-то Это Я Не любитель Это Всё Читать Может Если Были Мы На Стриме Я Это Всё И Читал Да Потому Что А Здесь Вы Всегда Можете Поставить На Паузу Кому Это Интересно И Это Всё Прочитать А Я Вот Вам Прощелкаю Чтобы Всё Это Могли Соответственно И Прочитать Да Чудесно Всё Таки У Нас Прохождение Ведьмака А Не Клуб Читателей Да Религия И Жизнь Так Подожди Я Чё Заново Что Ли Это Щёлкаю Всё Хорош Давай Туда Тоже Как Скоро Как Благородно С твоей Стороны Так Чё О Нахер Чё Вам Надо Нахер Чё И Воин Какой То У них Есть Воин Нахер Так Здесь Сундученский Открывай Так А чё За Мастерское Седло Только Не надо Меня Огорчать И говорить Что Я Сейчас Седло Зря Купил Тво 35 Энергия Это 50 Ну Хорошо Не Огорчило Так Подожди Это Я Ну Блин Тут Походу Чё То Где То Кто То Есть Да Тут Ещё Нахеру Что Ли Ну Давай Подходи Подходи Очкуны Очкуны Продолжение следует... Так, что... Что здесь есть? Что-то я Децл заблудился. А, вот что-то есть. Чертежи, чертежи, чертежи. Ух, сколько ж тут много чертежей. Это ж просто что-то... Очешуенно-пупенное. Очешуенно. Все? Или не все еще? По-моему, все, да? Больше нечего с вас тут взять. А, подожди, я ж мог по-простому посмотреть. Пещера серой стала, нет? Нет, не стала. А почему ты не стала серой? Что это означает? То есть, я тебя еще не полностью зачистил или что? То есть, есть проход куда-то здесь, что ли? Как бы тут вот стены, все. Почему-то не серая. Как бы странновато. То есть, из-за вот этих... Из-за вот этих грибов. Ладно. Погнали вот сюда. Погнали вот сюда. так чё там где там у нас кайра мец из подлезь и сгоняем почему то его во время от этого телепортации здоровье не восстанавливается или это прям настолько быстро происходит чтобы не успевает восстановиться так давай на всякий случай сохранимся то хер тебя знает что тут столько бегал бегал тут зачем ему были нужны крысы сучьи твари лопаты бы их порубил или потравил бы что ли гейра что ты тут делаешь геральт но ты меня и напугал ну нет колдун говорит принеси мне крыс только чтоб здоровые а не у кота из глотки выдавленные это светильник изельской шахты что там насчет крыс ничего серьезного потом объясню сначала скажи что тебя привело так ты ж меня пригласила ты говорил у тебя есть какие-то просьбы да есть ты же слышал о проклятом острове на озере моречко мужики постоянно о нем рассказывают говорят мол там призраки обитают озеро моречко ну я вернулся сплавал на остров и действительно почувствовал там что-то очень странное что это за проклятие этого то я и не знаю я должна его снять а не смогла даже источник найти что тоже ты знаешь проклятие как-то связано с башней там после нападения нильфгаарда укрылся в сират властитель этих земель в деревне говорят крестьяне с голоду поплыли на коломницу просить еды и их там перебили ты поможешь мне снять это проклятие я знаю ты в таких вещах мастер очень тебя пушит конечно я тебе помогу я тебе помогу я знала что это дело тебя заинтересует тебе разумеется придется сплавать на коломницу я счастлив и что мне там делать сперва установи контакт с духами которые блуждают по острову возможно они подскажут как найти источник проклятия а ты чё со мной не пойдешь да если ты возьмешь мой магический светильник потом можешь оставить его себе в награду ты сам увидишь вещица это весьма полезно как действует светильник берешь и светишь или нужна какая-то магия просто поставь его в месте где лежат кости и услышишь шепот только это не всегда приятно я могу представить я потом тебе все расскажу исключаю шокирующие подробности тебе не придется ничего рассказывать я дам тебе ксеновокс он позволит нам общаться на расстоянии ты будешь описывать что видишь а я смогу подсказать что делать и на что обращать внимание ксеновокс скажешь еще что-нибудь полезное пожалуй нет ну иди уже мне страшно интересно что ты узнаешь на коломнице так что потом обязательно ко мне загляни и я думал скажешь береги себя там типа ты спасибо ну пожалуйста все рад машинная башня найдите способ добраться до коломницы так а давай мы сперва еще поймем посмотрим что такое коломница это вот здесь да а стой подожди аж когда там проплывал там какие-то прям жесткие были эти твари но я ж могу отсюда и тут так вот да ну ладно давай сейчас попробуем тогда на коломницу на коломницу сгонять посмотреть что там так стоп я чё тут же была показывалась а я уже пробежал ее ну да так и так вопрос отсюда а ну тут лодка есть да вот наверно мы на этой лодке и по пойдем под парусом на коломницу и что ж ты мог своем носу интересного то найти дурень дурень а я ее спрашиваю а я ее спрашиваю и я ее спрашиваю и и Как у тебя дела? Я почти на месте. Прекрасно. Тогда я вызову тебя попозже. Погоди, этот ксенологс, я-то смогу тебя вызвать? Он работает в одну сторону. Доверься моей женской интуиции. Чему? Женской интуиции. Чудесно. Гераль, ты уже на острове? Ксенологс работает? Ты меня слышишь? Что? Не слышу. Ну вот, уже сломалась. Недолго продержалась эта магия. Что? Я тебя не слышу. Будь очень осторожен. Отходи. Вот сука. Ёпта-да, сколько у вас тут? И почему так много? Я тебя не слышу. Я тебя не слышу. Сколько шла тут мудаков-то, блин. Что-то прям очень много. Обалдеть. Мясо. Эй, я что, за тобой бегать буду? Свинота. Имей совесть. Вы на меня нападаете, не я ж на вас. А чё вы, почему красным светитесь? Что с вами такое? Блин. Чё. Чё вы, чё вы, чё вы, чё вы, чё вы, чё вы... Блин, ну чё вы... Блин, чё вы... Блин, на чё... так коломница хочу здесь есть какие-нибудь это коломница если чем здесь поживиться ну-ка ты в состоянии через это перепрыгнуть короче похоже тут это взять нечего ладно хер с вами тут девяти уровневый гуль а что ли тоже девятого уровня уже там так керри а как те как его попробовать так подожди его надо вот магический светильник спохватились не впустят грахма тихо дури будешь так громко клювом щелкать так и сам барин услышит где ему он сидит себе на пуховых перинах мясом обжирается ему небось невзомек что сейчас из него ремни начнут резать дорога свобода мужики окей так подожди надо это помедитировать то нет у меня спрячься светильник то как те убрать а вот так все так телепорт нашли хорошо водяная баба а есть блин ну то ж надо было так а так подожди это жену вот эту барона это вот это за водяную бабу превратили значит что только сейчас сообразил блин да конечно тунтунка у тебя прям работает медленно так крыса там же кто-то крысу просил чем смотрим эти крестьяне пришли сюда несвежливой просьбой смысле то есть резать его на ремни можно как-то по-другому было раз это да то есть под они такие подошли сказали барон не будешь так любезен очень много живых почти столько же сколько мертвых знаешь что они тут живут а типа барону приходят такие барон нарежь сам себя на ремни он такой о конечно мужики без базара игрит уже давно вас ждал когда же вы наконец-то придете чё тут еще так чё то мне здесь чё за беда где барин а вот он лежит себе тихохонько башка треснула как дыня гнилая валяется весь в крови в дерьме совсем как мужик никакой в нем важности не осталось слишком быстро его убили пускай и сперва получился так это еще не все у него сыновья остались и . пойдем наверх да уж ну ладно вы наверх а я пока вниз схожу ну ладно чего только богатей не придумают гляди крыс в клетках держит что своих кроликов может их выпустить они ждут с голоду передохнут а я бы их сжег чтоб передохли твари в шивы доплывут еще до деревни битые наделают как же это крысы доплывут ой не боись крыса да помни и тебя будут а какие то они квелые глистатые все или как ой фу как воняют квелые крысы ну так чё тут следы крови здесь убили нескольких человек понятно здесь убили нескольких человек а теперь мы пошли наверх да а здесь убили всех остальных там что еще наверх можно будет подняться а ну там же башня там там хер знает сколько еще можно будет даже прийти да давай послушаем анабелли не начинай займись мушевышеванием и не морочь мне голову этой деревенщиной у тебя в голове засел этот простак и теперь тебе кажется что они все такие же учтивые как грахов господин мой мужики ворвались в башню ну вот и все ты чё само загорается что ли завязывай там кулаками махагераль как все руководит столько золото покойникам то уже не пригодится аж странно что не растащили столько времени после смерти барина так становится интересней короче мне сейчас придется с кем-то тут еще еще смеситься да так давай-ка мы тогда сохранимся чтобы нам потом заново это все не слушать ну если вдруг чего такого произойдет сад река не сами загораются да окей то есть еще выше я на последнем этаже но лаборатории здесь нет какой-нибудь проход сейчас поищем так а это чё такое это не активный рычаг да это лаборатория кстати отлично отличная чего так опять куча текста в общем вот эксперименты на людях во времена капитула им бы это с рук не сошло во времена капитула часть первая зачем ты меня оставил ты же говорил что любишь меня мне так холодно почему никто за мной не приходит я не могу отсюда выйти я ведьма я хочу снять проклятие которое висит над островом но кто ты другие духи меня не видели я исключение я всегда была исключением дочь помещика самая красивая все эти земли куда ни взгляни были наши мы укрылись в башне чародея чтобы переждать войну и трудные времена ненадолго расскажи что случилось в башне говорят крестьяне приплыли сюда просить еды это так нет они пришли красть и убивать думали мы здесь купаемся в богатстве и смеемся над их горькой долей но у нас тоже было мало еды нам нечем было делиться они перебили всех я слышала как кричит отец но чародей велел мне не выходить из укрытия и никому не открывать он дал мне эликсир я должна была его выпить если меня найду он сказал что все будет хорошо что это был за эликсир ты помнишь запах цвет помню только что боялась его пить ты не доверяла могу в деревне говорили что он занимался заразами не лечил их а наоборот вызывал говорили будто он заманивал в башню крыс и заражал их катрионой это только слухи конечно но мне было так страшно я услышала голос моего возлюбленного грахома он звал меня я открыла но за ним вошли другие они набросились на меня и и почему твой любимый тебя не защитил их было слишком много он кричал чтобы они оставили меня но они только смеялись они обидели тебя они начали рвать на мне платье хватали меня за руки я вырвалась выпила эликсир а потом не помню так ты умерла от яда нет позже я проснулась было темно никого не было только крысы десятки сотни крыс а я я не могла шевельнуться это был сонный эликсир он еще не перестал действовать ты была парализована они были всюду они лазили по мне как насекомые по рукам по лицу я чувствовала как они разрывают мою кожу лезут в живот они разрывали меня на кусочки а я даже не могла кричать разве я мало страдала почему я не могу отсюда уйти как я могу тебе помочь меня связывает проклятие рожденное ненавистью преодолеть ее может только сила любви но кто сможет полюбить призрака а твой любимый о котором ты говорила его тоже нет в живых грахам нет он жив я бы узнала если бы он умер но он меня бросил и сбежал оставил меня одну возможно если ты простишь его проклятие потеряет силу и весь остров очистится я думаю что проклятие завязано на тебя твоя аура гораздо сильнее чем у других духов на острове мой медальон дрожит с самого начала нашего разговора не знаю о чем ты но ты же разбираешься в таких вещах наверное ты прав я чувствую что моя судьба связана с островом может потому что я наследница этих земель проклятие может опираться на связь крови и почвы в таком случае чтобы освободить остров тебе будет достаточно простить грахама я любила его я готова его простить но хочу убедиться что он жалеет о том что сделал отнеси ему мои кости пусть он меня похоронит это будет наше прощание ты поговоришь нам сделаешь это для меня я поговорю с грахамом где его найти он живет в деревушке на берегу озера но вдруг он забыл обо мне если он тебя любил то наверняка захочет тебе помочь он говорил что всегда будет меня любить иди к нему поспеши прошу тебя останки аннабель мышиная башня так чё я тут чё-нибудь ещё вас не этого не стащил что-нибудь оставил даже там ещё что ли наверх можно подняться блин их просто держали в клетках до конца вот сука дрянная смерть так а подожди мне знаешь чё надо факел взять то я не понимаю чё а я чё продал его что ли ясно у меня факела нету ну понятно всё так теперь только вниз так а тут ну тут хер спрыгнешь да точнее спрыгнуть то ты спрыгнешь а ну там вон вода там вода блин как вне как вниз то посмотреть ну там скорее всего не глубоко я спрыгну и разобьюсь так давай сохранимся Brett ок вот 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Так, отсюда спрыгнуть... Ага... Не, конечно, спрыгнуть-то можно... Только это... Нафиг надо... Да блин, что ты там уперся-то... Так, стопе... А, это в подвал... Да, сейчас бы я спрыгнул тут... Так, подожди, здесь же где-то это показывалось... А, вот... Вон туда... Оп... Геральт... Прыгальщик... Прыг-скок... Да, прыг-скок... Так... Пойдем, сходим... Посмотрим в глаза этому негодяю... А, я ее спрашиваю... Как этого пьяницу вразумить? Если бы не хозяин... И что бы... Да, мы бы вообще охотим... Ты когда-нибудь... Ты когда-нибудь... Я не уже из жопы счет или... Не поэтому... Так... Как там... Как там... Пустили меня! Сказал же... Не хочу никого видеть! Но тут ведь... Оставьте меня... Поговорить хочу... Ты глухой или как? Я же сказал! Ты кто такой? Я ведьмак... И что... Чего они вдруг с тобой разговаривали? Чего мне вдруг с тобой разговаривали? Я был на острове и знаю, что там случилось. От меня что тебе надо? Я хочу поговорить об Аннабель. Да что ты можешь о ней знать? Я разговаривал с ней. Аннабель была... Она выпила яд. А я... Не сумел я ее спасти. Расскажи, что случилось на коломнице. Если уж так интересно. Милка, Зэмбаш и Фалик созвали самых сильных мужиков, чтобы поплыть на остров. Хотели отобрать у помещика свое. Они знали, что мне слуги в башне ворота откроют. Потому что я продавал им рыбу. Тебя заставили пойти с ними? Нет, я... Я думал мы с Аннабель... Что мы убежим вместе, но... Все покатилось к дьяволу. Наши начали убивать. Хотели изнасиловать Аннабель. И она отравилась. Маг ей, видать, я туда. Я выбежал из башни. Орал, что хочу умереть. Проклинал их. Нет, не могу. Не заставляй меня вспоминать. Аннабель не отравилась. Она выпила сильнодействующее снотворное. Так чародей хотел ее защитить. Все должны были принять ее за мертвую. Но... Это значит... Разве она... Ты сказал, что говорил с ней? Я говорил с ее духом. Когда она проснулась, в башне остались только остывшие трупы. И крысы. Они сожрали ее заживо. Значит... Тогда она была еще жива. Но... Нет, это невозможно. Она была совсем холодная, как мертвая. Я тряс ее, умолял, чтобы она открыла глаза. Я не верил. Ты все еще нужен, Аннабель. Ее душа не обретет покоя, если ты ей не поможешь. Но... Что я могу сделать? Уже слишком поздно. Аннабель должен проводить кто-то, кто ее любил. Только так можно снять проклятие, нависшее над Кламницей. Это... Это ее гости? Да. Дай мне их. И оставь меня одного. Снег. Так, че мы... Навыки посмотрим. Умения персонажа. Что у нас тут есть? Так, это с 20-го. Это что такое? Бессмертие. Так, когда уровень здоровья достигает нуля, на его восстановление пойдут очки адреналина. Объем восстановленного здоровья зависит от числа использованных очков адреналина. Если очков адреналина нет, восстанавливается только небольшая часть очков здоровья. Это прирост очков адреналина плюс один. Легкость ног, сокрушительные удары. Пожалуй, это хорошая штука, да? Это, пожалуй, нормально. Так, карта. Держи здесь у нас телепортик. Вот сюда. Вот сюда. Похоже, дождь собирается. А, похоже, дождь уже идет. Да что-то опять заблудился, что ли, блядь. Не можешь найти это, что ли? Точняк. Че гаде? Охренеть, как будто это пожар. Куда? А это че такое? Я же уже понял, что произошло. И че, что дождик. Геральт, я как раз начала скучать по тебе. Да что-то. Что ты будешь делать со светильником? Я же говорила, можешь оставить его себе. Мне он вряд ли еще понадобится. Остров же очищен. Я начинаю жалеть, что не выбралась туда вместе с тобой. Впрочем, мы еще можем наверстать упущенное. Одно меня беспокоит. Ну? Аннабель сказала, что Александер изучал заразные болезни и упомянула Катриону. Ты знала об этом? Все чародеи об этом знают. Александер был очень уважаемым эпидемиологом. Я бы многое отдала за возможность заглянуть в его заметки, но он их тщательно охранял. Ну ладно. Ну ладно. Мне пора в кучу. Может, ты останешься еще ненадолго? У меня есть еще одна малюсенькая просьба. Спинку потереть? Я заказала из Новиграда кое-какие субстанции. Торговец должен был приехать еще вчера, но так и не появился. Может, взглянешь, что случилось? Этот груз очень важен для меня. Почему нет? Если он ехал из Новиграда, значит, должен был проезжать большие сучья. Я посмотрю вокруг. Спасибо. Я буду очень признательна. Окей. Так, че тут? Блин, так, G-задание. И че тут? Дружеская услуга. Вот. А проезжал ли торговец большие сучья? Или так он до них и не доехал? Мы с вами узнаем в следующей серии. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Пишите ваши комментарии. Спасибо за ваш просмотр. За просмотр. И до новых встреч.